Ну что, типа, твоя главная претензия, что это не смешно? Нет, юмор субъективен. Базара ноль. Но не так сильно, чувак. Ну ты чё? Данька. Нет, мне хорошо. Давай так, давай я, типа... Данька, не надо. Давай я открещусь, типа, от оценочных суждений. Да, давай. Оу, всем привет, это Куджи Подкаст. Подписывайтесь на наш канал. Тимур, дорогой, я уже как неделю приехал из Брусселя. Ты что, дядя? Давай вторую. Ты слушал Канни альбом новый? Как тебе? Мне понравился один трек. Какой? Яйкс, по-моему. И второй. Второй. И я всё ещё не могу выкупить Он прикалывается? Или, типа, Он серьёзно поехал? Но он талантливый, и все думают, что он прикалывается. Ты что думаешь? Слушай, мне кажется, это было охуенно наебалово с 23 минутами. Да просто прикинь, он так всех собирает, все едут в этот Вайоминг, там путешествия, значит... Блядь, вы смотрели этот стриминг, где он, типа, стрим делал... Так вот, подожди, вот он все туда приезжают, все собираются, он такой, типа, врубает 23 минуты, после такой пацаны, всё. Как это подавалось, братан, в горах, костёр, играет Kanye West, я бы, блядь, в горы захотел, понимаешь? Чувак, а когда ты... Он какой-то новый, новый стиль горам придал, знаешь, я такой, можешь проверку материала сделать в горах, типа, собрать... Что типа ценит, типа, когда горы ребрендят. Да, ну, типа, понимаешь, ну, как-то... Нет, если вот без шуток, то мне очень понравился. Я про другое, там же, типа, пиар-компания всего этого альбома сопровождалась тем, что Kanye, как обычно, заявлялся по хуйню из разряда, типа, рабство — это выбор, Трамп охуенный чувак, и всякое такое, у народа просто колпа кровало, типа, как он может такие вещи говорить? И все начали, типа, разгонять, что это, ну, теорию заговора, ну, не теорию заговора, а что это он специально так говорит, ну, как Трамп, типа, делал. То есть он говорил громкие заявления, которые он, на самом деле, вроде как, не поддерживал, просто чтобы за ним, ну, чтобы его обсуждали в СМИ. И всем было интересно, какой вектор мысли Kanye будет придерживаться, ну, типа, внутри альбома какого вектора. И внутри альбома он продолжает, типа, что Трамп клёвый, я сказал, что рабство — это выбор, типа, когда меня спросили, интересно, типа, что бы я сказал, спроси бы они меня, это в плохой день. То есть он продолжает давить на эти точки, которые все думали, что это точки для того, чтобы, ну, распиарить альбом. Я не понимаю, типа, он прикалывается или… Да даже если не прикалывается, какая разница. По мне, так это хуйня, типа, если человек тебе не нравится, вообще не нравится, ты такой думаешь, он, наверное, тупой и ещё не талантливый. А бывает, знаешь, человек вот как бы поддерживает Трампа и офигенно талантливый. То есть как бы вот всем же как хочется, чтобы вот либеральные журналисты, чтобы он был с ними, Kanye, да, чтобы он постоянно ругал Трампа. Чтобы он писал, что Мелания тупая, некрасивая и прочее. А он сказал, мне нравится Трамп, я с ним встретился. Нет, он сказал, у него энергия льва или тигра. Дракона, там было у нас у обоих души драконов, там была такая формулировка. Каждый раз, когда… Я смотрел ваши подкасты, каждый раз, когда ты говоришь слово «либеральные журналисты», я вижу какую-то, блядь, типа, у тебя ненависть в глазах странную. И я не понимаю, что это за прикол. Типа, либералы эти, когда говорят, они же ведь хотят, чтобы он так делал, а он раз и наебал их всех. Тут в другом прикол, типа, Трамп же, очевидно, типа, ну, почему переживают, когда именно Kanye поддерживает Трампа? Потому что Трамп, насколько я понимаю, довольно расистский чувак и он очень жесткий сексист. И когда он говорит «нахуй мексиканцев и арабов», он по факту, ну, типа, расписывается в расизме. И когда чернокожий поддерживает президента, который, очевидно, расист, ну, типа, имеет такие взгляды, это, ну, это странно. И помимо этого, когда, типа, Kanye говорит, что рабство — это выбор, все начинают думать, что, да, блядь, не может быть, он точно прикалывается. Мне интересен Kanye как артист, и мне хочется понимать, что у него в голове. И я, ну, как бы, моя какая позиция, я со стороны рассматриваю, мне нравится ему зло, и мне интересно понять, вот те взгляды, которые он там, типа, продвигает в своих треках, это эпатаж или это действительно его позиция? Потому что, вот опять же, черный, который топит за президента расизма и альбом про биполярку, это похоже на прикол. Ну, ты знаешь, как Kanye говорит про себя, что он нон-конформист, братан, он неправил. Он еще говорит, что он Иисус, типа, чувак, да, да, да. А ты знаешь, что я даже в какой-то степени с этим согласен, потому что... Что Иисус черный, конечно, сейчас, ты в какой-то части это согласен. Давай-ка слушать. Смотри, нет, я сейчас скажу, что его, если ты смотрел стрим вот этот, то его, типа, вот эту презентацию вел Крис Рокк, и Крис Рокк сказал, что, типа, шутки, ну, как шутки, что, типа, условно говоря, то есть, вот просто упростить, то, что он сказал, что, типа, Kanye West, это чуть ли не единственный черный, который использовал свою свободу на 100%. Ну, я считаю, это так, потому что именно с творческой точки зрения то, что творит Kanye West... Братан, ему 40 лет, ему 40 лет, он выпускает кроссовки, за которыми стоят в очереди 14, 15, 16, 17 и так далее, блядь, лет. Люди по полторы тысячи человек, блядь, нахуй. То есть, ты понимаешь, как он, нахуй, чувствует всех, как он, нахуй, чувствует себя, типу 40. Либо он просто охуенно создал вокруг себя ореол, типа, ну, культа личности. Чувак классно запрограммировал вокруг себя движуху. Не, ну, он реально же делает издаты этого общества. Нет, понятно, слушай, касательно музла, он действительно, ну... Не, я к тому говорю, что и альбом охуенный. Ну, а все тогда, мы говорим про альбом, на самом деле. Альбом заебись, альбом заебись, альбом заебись, альбом заебись, да, заебись, заебись, заебись. Вот, видишь, очень простой ответ на очень простой вопрос. А ты начинаешь сюда притягивать его личность, трампа, как это делают все, ну и что? Человек может быть лютым мудаком и великолепным артистом. Но ты тоже говоришь, 7 треков, а у Pusha T до этого тоже вышло 7 треков. Нет, это... Это новый формат, типа, просто. Это как раз, вот это повод для обсуждения. Мне кажется, что это движение в сторону, что вообще термин альбом умер. Если все слушают в iTunes по треку, нахуя выпускать альбом? Нет, наоборот. Сейчас наоборот, мне кажется, история... Лучше выпускать, там, 5 треков, 7 треков и чаще, чем 1, или вообще не выпускать. Это касается некоторых. Кого? Мирон? Та же самая ситуация с Луиси Кейм. Охуенный стендап, но как только все узнали, что он, типа, ну, замешан в каких-то домогательных историях, его стендап начинает восприниматься через другую призму, потому что стендап... Ну, типа, это правда. Потому что ты... Я пересматривал стендап после всех этих, типа, обвинений, это вообще другая история. Ты такой, блядь, он здесь не шутит. А там он же никогда не скрывал то, что он любит дрочить. Да, только все такие, а, он прикалывается. Он прикалывается и форсит, типа... Чувак, он... Было понятно, что здесь... А вы знакомы? Это Данька. Да мы уже познакомились, да. Просто чувак-чувак. Да, чувак-чувак. Ну, так вообще белые друг к другу обращаются. А, я понял. Вот. Это же история про то, что Льюис Секе ебанутый. Это было понятно с самого начала. Я немножко... Ты не можешь быть хорошим стендапером и не быть ебанутым. Подожди, это понятно. Я про другое тебе хочу сказать. Что я перестал слушать Киркорова после того, как он начал пиздить женщин. Потом проникся этой историей. Потом он раскаялся в том, что он не хотел пиздить женщин. Я такой, да, блядь, ты меня окончательно потерял. Блядь, вот я сейчас понял, что Киркоров пиздил женщин. А ты забыл об этом? Да. Ты забыл этот охуенный эфир, где он... Это было какое-то помутнение. Это было так охуенно. И Малахов такой... Киркоров пиздил женщин. Он лежит... Да причем не только вот тот раз, который он отмудохал тёлку на репетиции. А команда Урганта снимает ему клип. Чувак, я типа нашел видос, где Киркоров ходит по рядам, поёт, собирает цветы и какая-то дама сзади, его фанатка, очевидно, трогает его по плечу, типа отдать ему букет, потому что она такая, ну, она думает, что она её не видит. Она такая раз-раз, он её не обращает внимания, поёт, и она ещё раз, опять, аккуратненько трогает её по плечу, он разворачивается и просто наотмашь даёт ей поебальнику. Она падает в ряды, и он дальше, только ты! И ты такой, ебать, это только что произошло, и весь зал такой, аа, похуй, он только ей ёбнул. И типа, ты... Это часть шоу. Я очень хотел, чтобы вы на первом сделали проект, где Киркоров пиздится с женщинами, как Энди Каффман, я бы, блядь, болел за эту хуйню, просто фантастически. А теперь держите, говорят, что он пиздит женщин. Это звучит более жутко. Это какой год? 2013-й, вон, по крайней мере. Не, опубликовано. Да. Вот тебе моя рука. Охуенно же! Ааа! Я понял, я понял эту фрес. Узнал, да? То есть ты тоже, как бы, фанат немножко, да? Ебать, блядь. Охуенно. Охуенно. Короче, вопрос исключительно стоит так. Можешь ли ты воспринимать творчество человека в разрыве с его личностью или нет? Я часто нет. Отлично. Для меня ответ вообще да. Я не следил, на самом деле, за всей этой хуйней. Рабство, выбор, там, вот это вот все, все его интервью и так далее, и так далее. Я просто послушал альбом и просто его, как бы, послушал, и он охуенно музыкальный, не похожий на все его остальные альбомы, вот и все. Наверное, потому что я сам творческий человек. Ты на слух понимаешь слова английского человека? Не, 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 мне похуй. Мне нравится его сэмплирование, мне нравится его стиль, мне нравится, что в треке Kanye West есть какой-нибудь, даже если он тебе не заходит, но там есть 10-минутный, 10-секундный отрезок, после которого такой ебать. Да, но так это чисто русская движуха, когда, типа, русский человек слушает в отрыве от текста, ему похуй, потому что большинство русских не может на слух воспринимать английские тексты. И они качают головой, и они не знают под что. Я бы с удовольствием слушал бы его инструменталы, даже, знаешь, которые он создает сам. Нет, это понятно, музыка замечательная. Да, 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 охуенно. Это правда. Ты видел, как Дэйв Шапелл мне вчера показывал Артур Чапорян? Артур Чапорян мне показал. Дэйв Шапелл показывал Артур Чапорян. Нет, 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 как Дэйв Шапелл рассказывал о своей первой встрече с Kanye West, когда он его на студии увидел. Я посмотрел, у Феллона. Он очень прикольно рассказал, почему он сразу понял, что Kanye West это, блядь, ебать, будущая звезда. Потому что его никто не знал, но он себя ебать как бил. Ну, это надо посмотреть. То есть как мудила, да? То есть он как бы сразу... Нет, 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 никак. Все творческие люди мудилы. Это правда. Ты творческий человек. Конечно, 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 чувак. Нет, все творческие люди мудилы. Нет, у меня есть другая история хорошая. Больше и меньшей степени. Творческие люди эгоисты. Чувак, все люди мудилы. Нет, нет, творческие люди более эгоистичны, чем все остальные. Вот скажи, вот у тебя есть жена, девушка. Девушка есть, да. О ком ты больше думаешь, о ней или о себе? О творчестве. Или о творчестве. А ты? Вот ты создатель сайта N plus 1. Ну, у тебя дети, у тебя другая тема. Всё? Вот ты ответил на свой вопрос. Мы закрыли. Отсутствуешь. То есть ты больше думаешь, типа, о творчестве, чем... Ну, а, допустим, у тебя тур, да, у тебя туры же, у тебя туры. И, допустим, у тебя проблемы в туре и проблемы с девушкой. Что для тебя первостепенно? В туре, потому что я сейчас в туре. Это странный пример. Нет, смотри, ты в Санкт-Петербурге, у тебя идёт тур. Ну, тур идёт не всегда, когда ты едешь. То есть тур может быть... Ну, то есть он планируется... Нет, у меня очень плотный тур, я еду. Ты гипотетическую ситуацию. Я говорю, ситуацию, когда ты, условно говоря, между двумя, тремя, четырьмя или, в твоём случае, полторы тысячи городами, ты где-то на семисотом заезжаешь в Санкт-Петербург, ты знаешь, что тебе завтра ехать дальше, но у тебя проблемы в туре, и в этот же день в Санкт-Петербурге у тебя проблемы с девушкой. О каких проблемах ты думаешь первостепенно? Бля, это сложно. Потому что... Чувак, это очень просто. Не-не-не, я вот хочу услышать. Да, конечно, нет. Я хочу сравнить, потому что... Это очень разное... Я думаю, что все творческие люди... Когда ты говоришь, это сложно, не про девку. Не, чувак, это не так работает. Реально, ты потому что мне говоришь... Я тебе говорю, вот, подожди, вот пример. Давайте услышим. Сейчас, подожди. Давай, давай. Вот, пожалуйста. Сейчас он обосрёт меня. Про детей он же как сказал. Мы тут недавно что-то в чатике обсуждали. Какий самый ваш большой страх? У меня есть страх, что мои дети умрут. Ну да. Он просто такой, что ты говоришь, самый большой страх. Вот он, он рядом, он всегда с тобой. Поэтому, если тебя что-то действительно сильно волнует больше, то ты отдаёшь ответ на это вот так. Не согласен. Потому что смотри, у меня вот какая движуха. Для меня творчество и типа то, что я делаю, и моя личная жизнь, это весы всегда. Я очень балансирую, и я не понимаю, куда больше склоняется эта чаша. Потому что в какой-то момент я больше переживаю за творчество, в какой-то момент я больше переживаю за свою личную жизнь. Потому что я вижу ситуацию, в которой у меня может испортиться личная жизнь, я полностью иду в творчество. Или у меня испортится всё в творчестве, и я полностью иду в личную жизнь. Это типа очень двойственная хрень. Я не понимаю, что приоритетнее. Мне нравится делать то, что я делаю, потому что я… Да, это эгоизм. Это по-любому эгоизм. Но есть оправдательный элемент, что я типа делаю это для людей. Мне кажется, что моё дерьмо, которое я типа из-за своих эгоистичных каких-то порывов делаю, оно имеет влияние на других людей. В теории очень инфантильная мысль, ну как бы типа делает кому-то жизнь лучше. Ты зачем стендапер? Потому что ты ебать хочешь стендапу помочь? Или потому что тебе нравится стендапить? Давай давай давай. Да нет, мне нравится. Мне нравится быть стендап-комиком. Мне нравится заниматься стендапом. Мне нравится творчество. Ну просто я, если передо мной будет такой выбор, он уже и был. Я выбрал творчество, братан. Может быть недостаточно правильный партнёр был рядом с тобой? Ну не знаю. Потому что я думаю, что творчество – это то, что с тобой останется всегда. А если ты перестаешь чем-то заниматься, ну, блядь, рано или поздно любая женщина отказывается от неудачника. Даже, блядь, любая. Даже из тебя хуй 6 километров. То есть… Ну, неудачников никто не любит. Из каких соображений ты выбрал эту цифру сейчас? Из соображений гиперболизации. Гиперболизации. Я думаю, Тимур представляет ситуацию, что когда он встретится с Джином, он репетирует ответы. Представь, реально. Хуй 6 километров. Такой, ты вываливаешь такой, член 6 километров. Но толщиной с нитку, да? И что с ним делать будешь? Ну не, ну это же так просто. Так я тебе говорю, но толщиной с нитку. 6 километров на с нитку. Очень тонкий, да. Блядь. Это то, что на другом конце мира вот его сейчас обсуждают в подкасте. А знаешь, кого еще обсуждают? Ольгу Бузову. Она гений? Да, Ольга Бузова гений. Ольга Бузова гений? Да, несомненно. Заньку не пустили на Украину. Это правда. Ты читал это? Да, я слышал. Это правильно ты сказал? Это пиздеж. Это пиздеж. Тебя не пустили на Украину? Нет, это пиздеж. Что это? Меня не пустили в Украину. А, в. Охуенно. Охуенно. Ну, так что, почему тебя не пустили там? Ты был в Крыму типа или что? Нет, я не был в Крыму. Ну расскажи историю. Ты ехал в Крыму. Короче, блядь, нет. Есть у них организация сумасшедших националистов, и в этой организации одни школьники. Черные пантеры. Нет, которые пользуются абсолютным несовершенством системы того, что служба безопасности Украины кладет хуй на то, чтобы в чем-то разбираться. Зачастую. На меня накатали заяву, типа, я опасен для Украины, и я типа высказывался... Короче, нет, они не освещают, что... Ты высказывался. Я не высказывался. Вот в чем дело. Типа, моего коллегу Руслана Усачева завернули за твит про Крым ироничный. Типа, блядь, там типа... Что за твит? Там был твит из разряда, какая-то проблема в стране, вот он освещает, зато Крым наш. Ау. В таком духе, понял? Типа, всегда панч Крым наш. Не всегда, один раз это было. А, один раз. Типа, не то, что весь твиттер на этом построен. Вот. У меня этой причины не было. То есть они не могли привести никаких пруфов. Заявы катает 19-летний пиздюк на известных блогеров, которые собираются приехать, просто потому что... На всех или те, которые не нравятся? Вообще всех подряд. На всех подряд. Потому что, когда русскому видеоблогеру запрещают въезд, это для них резонансная тема в интернете, и это больше получает типа хайп. И проблема в том, что я очень много раз выступал в Киеве, я там закончил школу, у меня там куча друзей, у меня там живет мама и семья. И этого они не знали. И прикол в том, что впервые за типа русского блогера начали впрягаться типа украинцы. Потому что моя аудитория и в принципе люди, которые меня знают, они знают каких я взглядов, и что антиукраинская позиция это хуйня ебаная. И сейчас единственное, что можно сделать, по крайней мере, что мы делаем, я написал, ну типа сам подал запрос на выяснение, что за заяву на меня накатали, которые опрувнули. Потому что никому кроме меня они типа не могут ее дать. И я уверен, что там полная хуйня. Потому что, ну блять, я не могу быть антиукраинских взглядов, потому что у меня их нет. Я там типа школу закончил. И это типа абсолютно бюрократическая проебка, потому что чувак пишет заяву, СБУ такие смотрят ее, а, наверное, да, похуй. И ставит штамп. А у меня типа жизнь идет ну нахуй на три года. Сколько у тебя там было концертов? Я выступал там раза четыре, наверное. Не-не-не, запланировано. У меня было два солдаута в Киеве два подряд, в Харькове один, и в Одессе. Четыре концерта. То есть четыре концерта накрылись, потому что 19-летний школьник накатал заяву, что ты там что-то типа поддержал. Но! Я не хочу, чтобы этот типа подкаст скатался в то, что мы обсуждаем несовершенство системы в Украине. Не, мы вырежем все. Искусство, оно как будто бы больше, знаешь, типа недоступно обычным людям, знаешь, ну то есть. А стендап это как бы больше вот, больше к людям, больше про людей, больше о жизни, больше про жизнь. И поэтому и у публики бывает такой отклик от стендапа и так далее, и так далее. Мне вообще нравится то, что появилась в России вся эта культура. Я не считаю, что это там адаптировано и так далее, и так далее. И я не знаю, ну я, по крайней мере, верю в то, что в какой-то момент, что стендап... Ну вот, условно говоря, за последние там два-три года, да, рэп на русском языке... Вот я хотел сказать, стендап будет больше русского рэпа? Хуй пойми, наверное, через какое-то время, да. Я думаю, да, через какое-то время точно. Фильм «Зомбоящик» — это творчество или искусство? Это баловство. Ты смотрел? Я поэтому только это спрашиваю, типа... Не, на самом деле смотри, что. В чем претензия? Типа, это хуйня, по-твоему? Вот когда ты этот вопрос мне задаешь, я понимаю, что между нами такая пропасть сейчас. Не, ну вот я просто за тебя. Я за тебя, типа, спрашиваю. Ты, типа, говоришь, что это хуйня. Я... Я этого... Ты объективен? Не, ну вот я тебя спрашиваю. То есть ты сейчас пытаешься, типа... Нет, ну я тебя спрашиваю. Субъективно-объективным вопросом ответить за то, что зомбо... Ты объективен? Я не объективен. Но вот группа людей, которая посмотрела и такая, ебать, она объективна? А чего ты ждал от этого? Фильма? Да. Скетчи? Ну, были же скетчи. Не, знаешь, ну, бля... Не, ну были же скетчи, подожди. Подожди, давай давай по-другому. Стоп, стоп, смотри. Ты считаешь, что это хороший фильм? Хорошо. Я считаю, что это, во-первых, не фильм. Это было... Как только пошла промо-компания, что это не фильм. Было там два-три трейлера, что там говорилось, что это не фильм. Билет стоил меньше, чем другие сеансы. Как вы это контролировали? Мы все контролировали, братан. Потому что мы не хотели наебывать людей, и мы не наебывали людей. Ты нихуя не знаешь. Мы говорили, что это не фильм. Мы говорили, что это скетчи. Мы говорили, что нет сюжета всю промо-компанию. Потом, в самом начале фильма, в самом начале фильма, мы говорили о том, что тут нет нахуй сюжета и так далее. То есть, об этом было сказано, блядь, ну, по меньшей мере, десять раз точно. Подожди, извините. И самая основная претензия, это что за фильм. Блядь, так вам же говорили, это не фильм. То есть, ты правда думаешь... Я не говорю, что это гениально. Стоп, стоп. Ты правда думаешь, что главная претензия, что нет сюжета? Ну, что твоя главная претензия, что это не смешно. Нет, юмор субъективен. Базара ноль. Но не так сильно, чувак, ну ты чё? Данька. Давай так, давай я открещусь от оценочных суждений. Да, давай. Как ты оцениваешь фильм «Зомбоящик»? Набор скетчей «Зомбоящик». На три. Из десяти? Нет, из пяти. Тебе правда кажется, что это тройка? Да. Блядь, Тимур, почему? Ну, я говорю, это моё мнение. Ну, как бы, я не считаю, что это говно. Я бы на твоём месте сказал, что мы работали с мета-контекстом. Так. Не проебёшься, не проебёшься. Что это? Это значит, что у тебя есть... Вы специально так сделали. Представь себе, да, что у тебя есть... А-а-а. Пост-ирония. Нет, хуже. Хуже, я понял. Смотри, у тебя есть телеканал ТНТ. Телеканал ТНТ выстраивал свой некий имидж. Выстраивал, выстраивал, выстраивал. Выстроил. У него есть некие флагманские проекты, да? Вы берёте персонажей этих флагманских проектов, этим самым заимствуя весь контекст, который сложился в голове людей о ТНТ, а дальше деконструируете его. Ага. То есть заставляете людей этот самый контекст публично разрушать. Ты заметь, я тебе затираю про твоё кино, которое я, блядь, не видел. Что-то ты понимал, мне вообще похуй на любом мнении. Да, блядь, пиздец. Вообще. Понятно, понятно. Ну ты, смотри, нони это пиздёж. Блядь, братан. Смотри. Ну ты меня не знаешь, мне вообще... Подклеим, блядь. Представляешь, сколько я услышал про это вообще. Я видеоблогер, чувак. Я, типа, гораздо больше говна про себя вычитывал, чем ты о себе. Нет, я не вычитывал. Мне это говорили. Я вычитываю. Тут в другом хуйня. Нет, я пытаюсь понять. Да, мне вообще похуй. Смотри, ты же делал этот проект... Ну ты, типа, ты участвовал в этом проекте как? Ты же горелым? Да. Знаешь, когда мы это сняли? В каком году? В 2013. Сейчас какой год? 2018. На тот момент это было круто. Это вышло в 2018. Вот мне и хотелось понять, типа, в чём проблема. Ну да, но если я буду тебе это всё говорить, это, блядь, как отмазки. Поэтому я принимаю данные, что мне похуй. Ну, всё. Я ответил на твой вопрос. Да, блядь, ты так, типа, ты воинственно, типа, так к этому относишься? Нет, я не воинственно отношусь. Просто ты меня неправильно понимаешь, что у меня из-за этого, типа, я нервничаю и так далее. Нет, нет, я так не считаю. Я так не считаю. Да, нет, ну, я серьёзно говорю. Я абсолютно понимаю честную хуйню, что ты можешь сейчас с абсолютно такими же, типа, движухами заходить по любой хуйне, которую я сделал. Это понятно. И мне просто интересно было, ну, типа, а, твоё отношение к этому проекту, б, почему получилось так, что ты сам эту троечку оцениваешь, вот, как ты думаешь, вот. Я только это хотел узнать. Ну, потому что это не свежо, потому что это, блядь, ну, есть такое понятие, когда материал застаивается. Типа, я это спрашиваю у тебя исключительно по той хуйне, ты мне очень симпатичен. Данька, вот я хочу тебя спросить. Для тебя показатель того, сколько ты собираешь, это показатель качества? Условно говоря, тебе нравится Кевин Харт? Мне нравится Кевин Харт, но я не считаю... Вот Кевин Харт собрал стадион в Филадельфии, по-моему, да, сколько там тысяч было? Не знаю, до хуя. Ну, ты смотрел его концерт? Тебе смешно? Да, мне правда нравится. Я тебе так скажу, я не считаю количество пришедших зрителей показателем качества. Это показатель успешности, определенно. Ты популярен, на тебя есть спрос. Популярен ты, либо популярен твое творчество? Какая разница? Это может быть вместе. На примере возьмем Егор Крит. Егор Крит собирает 10 тысяч человек. Да легко. Это Егор Крит собирает 10 тысяч человек, либо его творчество собирает 10 тысяч человек. Блять, а Дэйв Шапелл выступает. Это Дэйв Шапелл, типа, собирает столько людей? Я думаю, в сумме. Вот, есть артисты разные. Есть те, которые, типа, своей личностью приводят людей. Есть, которые чисто материалом, а есть те, кого интересно послушать материал этой личности. Это, типа, всегда зависит, это очень специфично и всегда по-разному. И, определенно, нельзя мерить качество материала или творчества популярностью. Но... То есть, популярность не равняется качеству? Нет, нет. Был недавно вид-фест. Что такое вид-фест? Это фестиваль, который делает Руслан Усачев, типа, блогерский. Там куча всяких активностей, лекций. И там есть возможность там пофоткаться с блогерами и сходить на концерт. С какими блогерами вы советуете пофоткаться? Короче, не об этом речь. Не об этом речь. Там снимали на этом фестивале ребята, типа, шоу, и я в нем поучаствовал. Смысл шоу заключался в том, что мне показывают текст шуток. Я должен угадать, западный это, типа, комик или русский. Угу. И там были вещи, там, условно, Жванецкого. Да нет, не условно, Жванецкого. Которые я чисто... Там есть шутка Петросяна про то, что Степаненко шмара. А ну расскажи. Я не помню ее, там типа... Она... Да не надо, она и так хорошая шутка. Там был панч... Степаненко шмара. Это жестко. Там был панч, что типа... Типа, что там... Бла-бла-бла, моя женщина, бла-бла-бла-бла, значит, шлюха. Знаешь, в таком духе. Я такой, блядь, это Джиммикар какой-то. И мне говорят, чувак, это Петросян, ты не поверишь. И я такой, блядь, правда? То есть... И очень многие вещи, вырванные из контекста, типа, вот этого, когда старый мужик лысый в очках читает с бумажки, в принципе, это комедийный стендап-материал. Угу. И я уже перестаю понимать вот эту грань между тем, когда это сатирик русский или какой-нибудь условный. И смотрю на нее, она говорит, о, Вика, блядь, привет. Ну, знаешь, типа... Бля, у тебя представление о сатире, конечно. Нет, нет, я имею в виду, вот, знаешь, такие зашоренные отношения к, в плохом смысле, совковым юмористам. В этом и был мой тезис. Да. Хуй пойми, где вот эта грань. Я ее и поддерживаю. Я не против тебе говорю. Я говорю, что вы, хотите вы этого или нет, вы продолжение той школы. Конечно. В лучшем смысле. У нас по-другому. У нас по-другому, потому что мы не продолжение, мы симбиоз. Открылся неебический шлюз под видом интернета. Да, это правда. И на нас хлынула культура абсолютно другого континента. Невероятно хлынуло. Другое представление о свободе слова. Другое представление о запретности тем, о форме юмора, о комедии. И мы, естественно, взрощенные Петросяном, Жванецкими и Смехопанорамой, люди, которые пытаются этот, ну, КВНом, условно. Это да, это спаси и сохрани. Мы пытаемся трансформировать вот наш багаж, основываясь еще и на этом. То есть это правда симбиоз? И я не думаю, что у нас действительно голая жопа, знаешь, в плане истории стендапа. Просто у нас никогда это так не называли. Естественно, мерило качество материала, оно всегда субъективное. Особенно в такой тонкой штуке, как юмор. Потому что... Вот. Хуй пойми. Вот. Я не могу... Вот, условно, я признаю для себя величину Стюарта Ли. Никогда, блядь, с него не разъебывался. Так что прям... Сука, класс! Типа, знаешь, никогда такого не было. Ты все смотрел, да? Ну, очень много. Я смотрел его машину, типа комедии. Я смотрел несколько его спешлов. Я понимаю... Мне как будто бы кажется, что я выкупил схему. Угу. И меня это не удивляет. Типа, он берет обычный панч и очень его растягивает. И меня это не веселит, знаешь. Я понял. В таком духе. Я понял. Вот. И опять же, как понять, ты делаешь говно или посредственную сраку. Вот, типа, вот мы с тобой, допустим, вот прям в этой сфере. Угу. Я не знаю, как на тебя применить вот этот вопрос. Знаешь, вот, типа, у тебя есть моменты, когда ты думаешь, блядь, не долбоебизмом ли я занимаюсь и насколько ценно то, что я делаю. Шучишь, что ли, блядь? Я постоянно про это думаю. Вот. Ты каким приходишь, типа, каким вы приходите для себя... Я понял, что из тебя бы получились охуительные телеграм-стикеры. Тебя такие отыгрыши, ладно. Да, нормально. И что ты его спрашиваешь? Ну, мне просто, мне вот интересно, как вы внутри себя, как люди, которые что-то делают и, естественно, очевидно, как, ну, типа, сомневаются в себе. Слушай, я думаю, что... Я думаю, что всегда, ну, нужно быть немножко критичным к себе. От этого только рост возможен только в поиске, да? Критике, это понятно. Ну, в поиске, поиск – это критика. Самобичевание для меня – это ебучий двигатель. Что такое самобичевание? Когда ты такой, блядь, говно какое-то, сука, сделал, блядь, не нравится, фу. Знаешь, типа, любое достижение, ты смотришь на него и такой, да это же залупа. Ты деконструируешь это настолько, что тебе становится неприятно. А ты не можешь себе говорить так, так, все охуенно, чувак, ну, давай вот здесь немножко изменим. Ну, вот, у меня немножко по-другому это. Я понимаю, о чем ты. Это более трезвый взгляд на ту же, ну, типа, на те же самые, знаешь, импульсы просто более здраво обрамленные. Я, ну, типа, очень депрессивный чел. Это проблема. Но я научился с ней взаимодействовать так, что мне… Я выношу максимум пользы от этого, как творческая единица. Я понял. Короче, для меня депрессия и самобичевание – это классный двигатель того, что я докажу сам себе, что я могу круто, что я могу сделать так, чтобы меня самого не воротило от того, что я буду пересматривать. И эта штука прикольная. Многие люди, типа, у них более пассивная история. Они такие, типа, блин, ну это говно, и у них опускаются руки. Меня это злит. Я такой, я не хочу, чтобы я вызывал сам у себя такие эмоции, знаешь. И меня это мотивирует. Вот. А касательно беззаботности, что это, типа, если ты ничего не сделал, это шаг назад, надо давать себе день пропердеться, условно. Ну вот у меня бывают дни, когда я, ну я, блядь, не могу работать. У меня не получается писать сценарий. Просто какой-то пиздец. И я раньше себя ненавидел в эти моменты, типа, ну я же профессионал, я все время это делаю, я должен это уметь. И что ты делаешь в эти дни? Я понял, что надо давать себе этот шанс расслабиться. А что ты конкретно делаешь? Я отпускаю ситуацию. Я в Skyrim играю. Я играю в... Да, вот, типа, я в God of War играю, я иду в кино. Надо уметь давать себе возможность отдохнуть и накопить маны, условно. Потому что невозможно все время быть, блядь, генератором чего-то, что будет круто. Тебе надо дать возможность впитать что-то нового и расслабиться. Иначе ты можешь кукухой поехать. Вот что я заметил, типа, за свою небольшую жизнь, что действительно работает так. Ты застал эти журналы? Да, у меня были они, но я их не покупал. У тебя не были? Ты их не покупал? Я не знаю, откуда они, они у нас. Мы их принесли. Это журналы cool, блядь. 98-й год. Браво. Тебе было 4 года. Вот, 98-й год. У меня тоже 90... Еще один, 98-й. Смотри, смотри. Браво. Гомосеки атакуют. Реально. Да, да. Прикинь. Реально. И тут какой-то киборг нарисован. Посмотри. Статья называется «Ты и девственность». И тут реально показывают... Я и девственность. Да. Ты и девственность. Смотри. И тут реально показывают, реально здесь есть голая грудь, реально какие-то сцены секса. А есть какой-то возрастной ценз у журнала или поебать всем? Вот в том-то и дело, что нету. Понимаешь? Каждый вторник только. Тут просто каждый вторник. Типа Симпсоны. Симпсоны. Отпятые мошенники и ебля. Да. Вот смотри. Причем, вот где ты сейчас такое увидишь? Вот смотри. Вот где ты сейчас такое увидишь? Вот посмотрите. Вот где, блядь. Где такое увидишь? Голые сиськи. В журнале «Ровесник» показывается иллюстрированным образом. Я никогда не пробовал героин или заметки о колючем синдроме. Блядь, просто охуенные. Охуенные фотки. Это вот в таком журнале. Элвис. Элвис. Курт. Кобейн, да. Ну все, да. Так вот. Просто, блядь. И попросили отметить интересные места. Вот там вот. С точки зрения кого? С точки зрения современного школьника, конечно. Сколько ему лет? 17. Это уже мужик. Это девчонка вообще-то? Ну ладно. Она уже мужик. Она уже мужик. Ты вообще сексист. Она уже мужик. Там у тебя вон тоже вот такими вот этими фиговинками отмечены. Я увидел, да. Вот браво, который как раз погиб. Поэтому давай что, не стесняйся, зачитывай. А ну-ка, ты зачитай. Я первый зачитаю. Давай, давай. Итак, вопрос. Вот это был охуенный, конечно, блядь. Интимный разговор называется. Сексологи нашего журнала готовы ответить на любые самые сокровенные вопросы. Давай, давай. Итак, вопрос первый. Может ли исчезнуть сперма? Я занимаюсь анонизмом. В принципе, подожди, извини. Подожди. Непонятно. Ты видишь, ты просто забегаешь вперед. Во-первых, заголовок. Правда же? Интригуясь. Все, ты такой. Как? Как совсем? У меня? Или у меня? Сейчас, пацаны, что происходит? Я занимаюсь анонизмом, и все мои друзья тоже. И нас беспокоит один вопрос. Может ли кончиться сперма, если много раз этим заниматься? И сколько раз в день можно это делать? Данька, у нас специалист. Зачем вы мое, блядь, письмо присылали? Нас специалист. А вот теперь, вот шутки в сторону. Какой ответ? Мне очень смешно, что я и мои друзья активно, что там? Дрочат. У тебя слово дрочат смешно? Не, но мне смешно, что они с друзьями. Что он типа, я не один такой, блядь. Понимаешь? Пидорас, блядь. Это коллективное письмо. Я типа, я не один такой. Еще есть друзья. Ты вот смеешься над этим человеком. Этому человеку сейчас знаешь сколько лет? Сколько? Вот 20, прикинь еще сверху. То есть ему сейчас 35, наверное. То есть, может быть, кстати, ходит он на твои эти такой. И прикинь, до сих пор ждет ответа. Да. Кончится ли сперма или нет. А вот ты дослушай, какие ответы давали. Вот ты просто так показываешь, как будто это пиздец, разврат, вообще хуйня полная. Не, я не говорю, что разврат. А ты вот послушай, блядь, послушай какой ответ. Давай, давай. В мужском организме находятся железы, которые постоянно вырабатывают мужские половые клетки и другие секреты, из которых состоит сперма. Ижесуточный объем выработки этой жидкости и величина вполне определенная. Но у разных юношей и ребят разная. Вот почему при интенсивных занятиях мастурбацией может получиться, что сперма выделяться не будет. Тут нужно учитывать, что по интенсивности мастурбации разброс между разными юношами очень широк. Для одного 3-5 актов в день мало, а для другого 3-5 в год много. Слова можно ли в твоем письме не совсем подходящие. Лучше сказать целесообразно ли. Анонизм мастурбации – это способ саморегуляции организма, сексуального влечения. Его задача – снизить сексуальное напряжение. Но анонизмом реально можно перезаниматься и от этого получать неприятные ощущения, плохое самочувствие. Почему ему в конце написали «и могут вырасти волосы на руках». Потому что человек… Так бы затроллили. 5 раз в год подрочить. Это что за талоны такие, блядь, советские, нахуй, на дрочу? Охуенно серьезно к этому относились. И вот реально человеку ответили на вопрос. Шутки в сторону. 5 раз в год. Вот мы это говорили в первом же выпуске. Мы говорили, что сейчас ничего нет для таких подростков. Мы типа говорим, есть контакт, есть соцсети. Блогеры. Есть вы, блогеры, которые… Ну, я типа не совсем уже хочу себя к этой, блядь, относить к касте, потому что блогеры стали таким тупорылым ярлыком, который… Ну, как я вот дал определение, что такое блогер или блогерша, да, это человек, который как будто бы тебе, так как парни, девушки, девочки перестали выходить много, быть на улице. То есть они им заменили, знаешь, старшую сестру… Синдром друга или подруги. Да, старшую сестру или подругу, которые им что-то говорят. Но, блядь, никто же не говорит вот о таких вещах. Или говорят. Говорят, конечно. Я такой-то блогер, у меня миллион подписчиков. Он говорит, типа, ребята, блядь, не стоит много дрочить, потому что вот, блядь, может закончить там сперму. Ну, условно говоря… Нет, есть блогер, который говорит, типа, ё, у меня миллион подписчиков, дрочить – это норм. И это я. Это немножко не то. Немножко не то. Ты говоришь, что… Ты говоришь о себе, понимаешь? Ты говоришь, дрочить – это норм. Это я там. Я имею в виду, когда ты… Когда у тебя есть… Есть какой-то такой, знаешь, коннект с аудиторией… Очень такой… Тесный. Будто бы невидимый. Невидимый, но… Но ты его сопровождаешь, понимаешь? Вот как в этих журналах, понимаешь? Ты его покупаешь и такой… Так, что там пишут, блядь? То есть это всё… Ты же понимаешь, что это всё писали взрослые дяди? Да, да, да. Тут же история о том, что вот этот журнал делался для… Взрослыми. Взрослыми. Для молодёжи. Для молодёжи. Возвращаясь к тому, что сейчас как будто бы… Это то, вот к чему я хочу идти и то, с чем моя цель. Сейчас очень мало взрослых, которые чувствуют молодёжь. Опять-таки вопрос Кани. Ему 40 лет, за его кроссовками стоят 13-летние пацаны. Ну, ты понимаешь, как он чувствует аудиторию? На каком он коннекте? Одно дело ты, тебе 23, тебя смотрят от 17… На год помолодел, типа, чуть-чуть. Ну, или 22 тебе? Да забей хуй, нет. Мне 24, но это не имеет смысла. Ну, во сколько ты начал видео вести блог? Я мультики рисовал вообще, когда был мелкий. Это считай. Но это тоже видео. Ну, когда ты начал вот именно разговаривать с аудиторией. 20 тебе было? Меньше было. Меньше было. Я очень рано начал работать. И тебя примерно смотрела такая же аудитория. Это ты, как бы, общался со своими ровесниками. А теперь, прикинь, тебе 40, и ты общаешься с такими людьми. Это то, что было в этих журналах. Что мне нравится? Когда взрослые, как будто бы, типа, не такие… Бля, идите нахуй. У нас тут взрослая жизнь. Пытаются выйти на коннект. У вас так было, когда, типа, твой день рождения, а отдельно есть стол взрослых и отдельно стол детей сажают? Нет? И вас так выпиздили. А это акт милосердия, братан. Это акт милосердия, потому что, блядь, разгоны за взрослым столом – это пиздарики. Приходят, типа, друзья-бабушки и начинают разгонять… Это не акт милосердия. Какого хуя вы устраиваете все эти разгоны на моем дне рождения? Не-не-не-не. У меня этот вопрос с 11 лет. Приходят всякие старухи, подруги-бабушки, всякие тети, бабульки твои, там какие-то… Они тебя поздравляют, они дарят тебе подарки. Но дальше я был рад, что они не тусят со мной. Потому что это пиздец. Тусовки с ними – это, блядь… Я начал депрессию ощущать в детстве. Потому что я сидел за общим столом старпёров, где они начали разгонять… Ох, Светлана Ивановна всё почила. Ой, да. И ты такой, блядь, это моё будущее, сука. Это модель поведения, которую мне сейчас программируют. Это пиздец, какая унылая хуйня. Можно мне отдельный стол с моими корешами? И это круто. Твой отдельный стол должен быть главным столом, а не довеском. Понимаешь, это твой, ёб твою мать, день рождения. Тебе портят день рождения чужие люди. Они приходят, и его тебе обсирают год за годом. Они платят дань, типа, взнос за то, чтобы делать чего угодно. Это знаешь, как твой кореш, которого ты не хочешь звать, который, очевидно, набухается и всё испортит. Но ты знаешь, что он, типа, он твой кореш, и он приносит нормальный подарок. И ты такой, блядь, но я не могу запретить ему тусоваться. Хорошо. У нас настолько, вот я сейчас понял, что у нас настолько разные культуры и настолько разные отношения к этому всему. Потому что то, из чего вы рассказываете, блядь, мне вообще не близко. Что у тебя? Как твой день рождения выглядел в детстве? Мой день рождения в детстве выглядел так, что мне его делали, собирались дети, мы, блядь, что-то ели, отмечали, всё и уходили. Поэтому ты и вырос таким, видишь? У тебя были хорошие. У нас, я понимаю, что у нас вообще другая культура. У меня были плохие и хорошие, но плохие я почему-то запомнил. Потому что они его ебать какие странные. Ты хочешь праздник, а там типа... У меня не было ни одного плохого день рождения. Вообще, блядь. Да, охуенно было. Но моя мама делала с моим отцом всё, чтобы у меня было пиздатый день рождения, где было много народу, в смысле моих друзей и так далее. И мы такие сидели, и там всё было круто. Понятно всё с тобой. И учитывать то, что мы жили очень сдержанно. А вот эта тема, когда приходили взрослые гости... Блядь, ну я не могу ни одного вспомнить, знаешь, такого негативного человека, который бы отталкивал... Просто, ну... Я, наоборот, любил, когда много гостей, я не знаю. Вот этой вот всей темы не было. Байки какие-то там и так далее. Наоборот, чтобы было достаточно круто. Зачитай что-нибудь. Чмошники чморят. Давай. Это письмо в редакцию от Игоря, 16 лет, Омск. Ага. Игорю 16 лет, это 98-й год, посмотри. Сейчас. Это звери люблю капризных девушек. Я не знаю, как здесь отыскать типа дату. Там наверху где-то. Нет. А, вот, 2004-й год. А, да ему сейчас... Не так много. Тридцатка. Давай, давай. У него всего лишь кризис среднего возраста сейчас. Да, да. Я каждый день наблюдаю за тем, как чморят чмошника из нашей группы и ржу так, что стены трясутся. Однажды его запинали и обхаркали. А он, сволочь, такая подошел и нечаянно задел меня прямо своим плечом со смачным харчком. Фу, в пень, такая дрянь, я чуть не урыгался. Игорь, 16 лет, Омск. И вот я прям вижу редакцию взрослых людей, которые делают журнал «Браво», которые такие, это идет в тираж, блядь. Это охуенно. Это охуенная тема. Там нет, они не отвечают ему, они просто такие, мы покажем это. Глянец будет, блядь, запечатлено в глянце вот это. Ну, естественно, пидор конченый. Какой-то мразотина, блядь, какая-то. Надеюсь, Игорь из Омска, блядь, утонул в харчках. Сам черт, блядь. Он упал в яму с харчками, блядь. Блядь, я ненавижу людей, которые не могут защитить слабых. Типа, он видит, что вот так с ним поступили. Да, и он еще присоединяется к нам, блядь. Такой, ах, он меня тронул. Не бойся, то сам и был, блядь, харчком, блядь этим, блядь. Черт ебаный. А, ребята, тут интимный разговор. Пейтинг с наркоманом. Да, давай, давай, чувак. У меня про короткий член. А в журнале что? Смотри, смотри. Я загуляла с парнем, мы занимались пейтингом. Но вскоре я узнала, что он наркоман. Он мне предлагал наркотики, но я отказалась. И он стал мне угрожать. Что мне делать? Я боюсь его. А вот теперь я, блядь, все узнал. Это сами эти пидорасы пишут. Ты понимаешь? Они пишут, придумывают, типа, историю. Сетап? Сетап. И дальше придумывают панч. Панч. Вот давай мы вот сейчас это проверим. Панч зачитай. Дорогая Анна, твой парень тоже много чего боится. Блядь, действительно парень. Он боится, как про собак говорят. Он боится тебя больше, чем ты его, блядь. Твой парень тоже много чего боится. Врачей и милиции, тюрьмы и боли. И боли? И боли. Если ты хочешь, чтобы он от тебя отстал, ты должна излучать и демонстрировать силу и уверенность, даже если на душе кошки скребут. Может быть, хоть в этой ситуации ты сочтешь нужным обратиться за помощью к родителям? К отцу. В знак вопроса. А пейтинги сообщать вовсе не обязательно. Просто скажи, что это твой приятель, с которым вы встречались. Так, сейчас до панча дойду. Обязательно заручись чьей-то поддержкой. И вот самое главное, вот самый главный панч, пацаны. То, что вот они реально советовали. То, что сейчас не советуют. Ты попала в ситуацию, когда лучше идти к людям. Ну, идти к людям. Что это за хуйня? Где люди тусуются? Все, блядь. Ну, типа, к близким совсем. Не держи это в себе. Имеется в виду. Да, имеется в виду. Не держи это в себе. Пейтинг с наркоманом, это не то, что ты должна держать себе. Иди к людям. Анна, иди к людям. Ну, типа, это очень... Да. Так, прочитаю про короткий член. Да. Волнующая тема, да? Заинтриговал. Потому что у меня, типа, выделен тезис Риты из города Одинцова, ведет ли ранний секс к раку. И тут ничего посуществовало. Блять, как наивно. Слышь, слышь, раку не раком там, да? Раком. Там скучно. Очень простой вопрос, быстрый. Да, давай. На той неделе я говорил о сексе со своей мамой. Она рассказала мне, что чем раньше девушка начинает заниматься любовью, тем раньше она может заболеть раком матки. Это правда? И вот это тот момент пиздежа родителей, которые, типа, пиздеж, чтобы ты не делал чего-то, что они не хотят, чтобы ты делал. И ты с этим пиздежом можешь всю жизнь прожить. Типа, ты проносишь его, и потом в сорок лет такой, блять, нельзя есть столько сладкого, а то что? А то может... И ты начинаешь... Бывает заворот кишок? Да. Типа, мне всегда говорили, съешь четыре бутерброда вместо трех, будет заворот кишок. Нет, не будет. Я никогда, блять, не разбирался в этом. Мне кажется, это фейк. Нет, заворот кишок бывает, чувак. Ну, поверь мне, он не от бутерброда. Не от этого. Вот, вот об этом же. А если бы сейчас этот подкаст выходил на России 2, ты бы сказал, это фейк, а я бы сказал, это фейс. Лучше я про член, пацаны. Типа мы с аудиторией. А я просто уже мета-мета-юмор стал. Я просто не понимаю, пацаны. Давай. Вот уже несколько дней, как я со своей девушкой начал заниматься петтингом. Но когда она меня увидела голым, это вызвало у нее смех. В состоянии эрекции размер моего члена всего 12-13 сантиметров. Я сказал ей, не 6 километров за метр. Я сказал ей, что хочу с ней переспать. Но она начала смеяться и сказала, что у меня очень маленький и тонкий член. А, чтобы женщина получила оргазм, член должен быть больших размеров. Скажите, правда ли это? Игорь из Брянска. Короче, я сначала думал, что 13 сантиметров. А вот и панч. Короче. Типа, не такая уж маленькая... Ну, типа, когда говорят про маленький член, ты всегда представляешь, ну, совсем пиздец, как вот из нарезки конкурсов маленьких хуёв. Говарда Стерна. Пиздец, да. Ты не видел это? Да, видел. Это вообще-то заболевание, серьёзно. Да. Да. Недавание называется. Короче, прикол в том, что 13 сантиметров, это, в принципе, звучит как не такая большая проблема, но когда он сказал, что он маленький и тонкий, это может выглядеть угрожающе. Значит, 12-сантиметровый, очень тонкий штырь. То есть, ты думаешь, девка просто испугалась, что она проткнёт? Ну, типа, знаешь, защитная реакция. Как нож. Это выглядит, как спица, типа. Типа, будешь, сука, выёбываться, я тебя пырну. Да, да, да. Заточечка. Типа, они начинают секс, и он её, бля, в пизду, я не хочу это разгонять. Это, типа, странно. А приставьба, она сказала, ему сказала, почему ты не хочешь со мной заниматься сексом, он её спрашивает. И она, чтобы у него видеть, говорит, потому что у меня нет вагины. А что там? Она говорит, у меня нет вагины. Он говорит, как нет? Она показывает хуй, и чувак депрессует из-за того, что у неё больше, типа, чем у него. Условно. Да, условно. Дорогой журнал «Кул», у моей девушки хуй толще, чем у меня и больше на один сантиметр. Что мне делать? Игорь Брянск. Что-то есть ещё? Вот, да. А что они отвечают на этот вопрос? Как? Подожди. Мне интересно. Подожди. Стой. Журнал «Кул». Пишет чувак, у меня маленький хуй, что мне делать. И что редакция журнала «Кул», типа, ему пишет. К сожалению, до сих пор часто можно встретить такое мнение, что большой член положительно влияет на потенцию мужчины. На самом деле успехи на сексуальном фронте абсолютно не связаны с размерами члена. Огромное количество мужчин, не обладающих большим размером члена, тем не менее прекрасные сексуальные партнёры и знают, как принести женщине максимум удовольствия. Гораздо лучше тех, у кого большой член. Прежде всего, в отношении мужчины к женщинам, короче, там дальше. Я понял. Я вам хочу прочитать последнее. Выбирайте «Уж не педиком ли я стал» заголовок. Так. И второй заголовок «Брат засунул в меня палец». Брат засунул в меня палец. Нет, «Уж не педиком ли я стал». Так. Давайте, чтобы не обидеть, я прочитаю «Я изменила своему парню». Да, бля. Нет, это неинтересно. Давайте, смотрите. Давайте я прочитаю сетап «Уж не педиком ли я стал», а «Панч» «Брат засунул в меня». Давай, может быть, это решит проблему всех. Хочу попросить совета. Недавно я купался на пляже и увидел, как переодевался один парень. У меня при виде его обнаженного тела возникло возбуждение и встал половой член. Ответьте мне, пожалуйста, не педиком ли я стал? Меня это очень тревожит. Помогите разобраться. Николай. Нет уж, действительно не стоит потакать братской молодой жажде нового и неизведанного. Тем более, объектом исследования становишься ты сама. Ты что, никуда не деться? Так что никуда не деться. Попытайся найти вариант, который кажется тебе более удачным. Может, стоит все-таки поехать и резко дать ему понять, как ты к нему относишься. Но это, конечно, при условии, что в поездке будут другие радости. А может быть, удобнее попытаться найти предлог для того, чтобы эта поездка не состоялась. Насколько подходит? Вообще не подходит. Мне кажется, неплохо. По мне так и нормально. Да? А какой сетап был, что брат вставляет в меня пальцы? Летом ко мне в гости приезжал двоюродный брат. Блядь, ну это не честно. Блядь, сука, ну надо давайте. Да ладно. Получается, что мы прочитали то, что ты хотел, а мы не дочитали. Ну давай. Один раз я проснулся от того, что он почти засунул свой палец ко мне, куда следует. Хорошая формулировка. Блядь, вот вещь какая. Куда следует засовывать палец в сестру. Куда следует, да. С этого момента брат стал мне противен, и я на него наехал. Скоро летом меня отправят к нему в гости. Родители меня... Блядь, ну вот на самом деле, ну, жестко, жестко. Как-то наивно они пишут, да, о таких проблемах. Блядь, ты как-то так, знаешь, ну типа... Мой брат изнасиловал меня пальцами. Вот представь бы сейчас такой подросток бы тогда. Вот сейчас подросток вот сейчас пишет в электронную версию журнала Кул о том, что ее... Ну, во-первых, заголовок был, меня трахнул брат, блядь, своим, блядь, пальцем. Куда следует. Куда следует. Выебал меня куда следует. И так далее, и так далее. Пальцами. Так это же то, за что Билл Косби типа срок получил. Он получил уже срок? По-моему, он получил срок. Я смотрел, типа он нихуя не выиграл. За что он получил? Он напаивал типа наркотиками баб, и когда они приходили в себя, он в них пальцами колупался. Да, жестко. А он даже им не брат. И это какой резонанс получил, представляешь? Он даже родственных связей никаких с ним не имеет. И вот к чему это привело. Дипишмот, культовая группа, выступает в Москве. Ну, кстати, неплохо. В 98 году, пацаны, тут важно. Да. Что, я предлагаю заканчивать? Спасибо. Давай запизделись. Включайте. Запизделись. Музыка. 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 Музыка.